приветствую всех приветствую всех кто смотрит мои видео кому они интересны и для вас у меня есть новости первое видео у меня что-то не получилось наверно потому что мне поступил звонок и она даже не сохранилась который я вам хотел показать что тут заготовки что да как то почему поэтому останется за кадром а это клиночки то есть я хотел показал там еще в том видео которое не получилось грубой обдирки просто обдирка металла теперь перебыла грубая шлифовка вот так вот сейчас попробую человек где-то рядом до резкость ладно это узкие моносталь пакетно кованая 2 такой же сейчас принципе самое страшное начинается потом пойдет шлифовка более мелкая с полировкой и тот момент тут самый можно доиграться и лезвие может лопать она уже слышите наверно в каком состоянии то есть ему уже хватит лезвие пошире будут клейнообразные мушки у двух или трех не помню бритв жареет моментально металла горячий только все шлифованы в воду постоянно макая то что женщина момент быстро пристает это дамаски вот то есть гоню сразу восемь штук почему восемь штук очень шлифовка еще у дамасских более грубой потому что тому что он там надо будет шлифануть так угадать чтобы потом на затравку хватило поэтому там ночью страшно лишний раз движение делать иначе может все плохо хочется вот тоже после грубой шлифовки такие вот лезвие там и так оправа я показывать нам не буду я уже вам показывал ранее это вот к этим вот четырем клинкам они заготовлены уже для сборки к этим буду делать отдельно просто гоню вместе и клинки заправы будут собираться жалко этим потом к тем отдельно дальше что дальше у нас а дальше у нас работать и работать то есть вот если у нее практически на заре начала шлифовку грубую сейчас уже сколько время не посмотрел часа три дня наверно примерно плюс-минус и 4 поэтому еще до вечера тут бога ковыряться времени но надеюсь что я вам покажу хоть какое-то еще видео всегда удивляло меня то что это тебя немножко я скажу пару слов на ebay продают бритвы моно сталь дамасской стали 456 тысяч удивляла всегда мне это сильно думаю как же они так выворачиваются как же у них так получается почему же у меня же себестоимость то есть такая выходит чтобы соус аж страшно я наверно поэтому из просто на бритвы то не особо какой потому что себестоимость огромная поэтому и купить то ее надо конкретно напрячься а там как-то умудряются и что вы думаете хватит они мне тут человечек вот так и так бритвы взял на подарок на ebay 5 200 нам его пошлась там и плюс доставка что-то хорошо тоже кстати пошлась в конкретно ну ладно я говорю блин дай посмотреть говорю прям не могу как хочу узнать что же там они делают такого что не выгадывают и у них получается такой вот стоимость а у меня вот такие вот космические цены ну конечно без проблем все приезжали гляди крути верти как хочешь хоть бы резины и выбраться не буду посмотреть и обязательно приеду приезжай к нему беру бритву в руки и меня хватывает извините за выражение не хочу никого клеветать не хочу никого про кого плохо говорить но меня хватает ужас конкретные честное слово там есть показать даже нечего то есть вот бритвка не тут ближе к этому все-таки это то вот это вот вогнутость и практически нет то есть она какая-то под нож и подошли нож то есть форма только не ножа грубая грубая ладно дамаск что самое интересное смотрю как же там буду дамаска все-таки подло что нормально будет нет то есть дамаск там с крепкими непроварами особенно в этом месте прям щель и вот здесь поцарапать она насквозь выйдет это смертельный номер я вам скажу потом оправы оправы что же показать секунду вот у меня оправы вот оправы а там оправы нечего такого под руками то есть вот тут внутри стоят нам на обоих оправах стоят еще внутри пластины 1 2 миллиметра толщиной железа можете представить такой молоток то есть я уж молчу там про геометрию там двойной клин про все такое вот но это смертельный номер смертельный номер просто и тогда я понял почему там они убираются в такую цену все стало ясно положу оправа на место и вот потому что мои бритвы тоже вывешивались на ebay и там другой страны не буду говорить какая на всякий случай чтобы никого не обидеть пару раз сказали что у меня такие вот заоблачные цены откуда я их придумываю это я переводчики перевел там google переводчик вот так вот переводится да им говорю у меня такая себестоимость говорю так и так тут вот так и так делаю тут вот так и так поэтому у меня вот так вот получается какой-то зачем так делаешь ты же будет не продашь ничего я тогда вообще в ауте было я сидел и хохотал просто перед этим google переводчиком но не принципе правы со своей стороны правы чтобы продавать на ebay надо делать что-то очень-очень такое ладно забяли перекур закончился я воспользуюсь воспользовался случаем этим перекуром сделал такое видео и думаю что может быть покажу надеюсь что покажу еще вторым видео приклею может что-то там последующие какие-то варианты после шлифовки все пойду работать время деньги до свидания пока тоже вот и сдвинулись дела сдвинулись и конкретно световой день закончился вот я принципе мог бы больше поработать конечно но просто уже силов никаких нет и что в итоге что мы имеем давайте сразу скажу подытожу первую часть видео по поводу бритв ножей через сиро есть так писать то есть всегда проще делать бритвы с геометрией ножа и выдавать ее за бритву называть бритвой это очень просто очень выгодно очень быстро вот что я хотел сказать по этому поводу и как бы показать вам примеру почему видите этот специально подогрел чтобы видно было иначе трещинки не видишь тот самый который все громче пел теперь для бежит вот был бы это нож и называл бы его бритвой все было бы хорошо я бы его там недорого бы втюхивал всем говорил что это супер бритва и в итоге всем было бы хорошо кроме пользователей конечно же вот примеру пакета кованая сталь я буду говорить сколько но приличная сумма потеряна просто в никуда ладно о плохом хватит как говорится а это том что получилось это клиночки моносталь то есть тут все еще надо будет в кругом закруглить заполирнуть туда-сюда все мелочи это ни о чем главное это лезвие видите там цапочки такие вот на зеркале поглядываются вот их убрать но никак я уже ушлифовался весь а знаете почему потому что лепесток тонкий нажать нельзя без нажима ничего не полируется вот примера как то так все это выглядит вот тут практически нет нет чуть-чуть есть цапочки но хотя бы не матовый он зеркальный сейчас я протру чтобы хотя бы более-менее видно было вот такая вот зеркальность то есть она не идеально зеркальный но все же хотя сейчас подумаю насчет того чтобы зеркалить вообще конкретно но ты цапочки они как были так они это потому что вот объясняю если было бы было опять же повторюсь был бы это нож с названием бритвы и формами бритвы то мне вот эти вот цапки вывести вообще ничего не стоит это даже не минуты это секундное дело просто секундное но я делаю бритвы а значит это неприемлемо но погляжу погляжу то есть если вот сейчас спрос допустим мои бритвы не особо так кое-как если будет так дальше принципе значит я посчитаю что мои бритвы не интересны и буду производить ножи в виде бритв как и все тогда будет всем хорошо кроме пользователей конечно же зато будет все чинно все будет блестяще идеально без цапок без брака быстро просто даже те же оправы взять я же их тот же тот вылизываю так что мама не горюй а можно было просто взять тонкие пластины просто их вырезать по контуру и склепать все на этом больше там никаких делов нет но это будет уже шерпотреб это моносталь что я подумал а правда заготовлены под них это выбыло из строя поэтому я ее все-таки заменю вот дамасской бритвой вместо нее будет хорошо что у меня есть такая моделька надеюсь она не до конца доживет и в какой-то брак не укатит тут шлифовка еще чуть груб более грубая вот сами нарвите вот не проблема на дамаске это проще убирается не извините что-то я не показываю ничего взялся показывать давайте вот эти предыдущие пробежимся быстренько быстренько и этого тоже не показывал не дрейку так показал следующее протирать все-таки надо наверно иначе показываем не наградил q вот тут еще несколько переходов не на ней тоже будут такие же блестящие но потом их она будет травить чтобы рисуночек проявился то есть вот на теперь замена по правам спасительные они будут еще звонче дамасские бритвы потому что они когда травятся то есть они должны показать вот так наверху при протравке ли становится еще тоньше и более звонкими ну давай вот да прям вот и честно делал его прям с удовольствием таким здорово даже себе такой хочу вот и ладно себе надо забыть делаю для людей ну вот как бы так на сегодня с бритвами меня все сейчас я захотел сделать подставки для сверл такие вот док и потому что мои подставки устарели им лет 15 хотя тут температура у меня 33 градуса жара то еще хотя на улице всего двадцать пять-двадцать шесть где-то 25 по моему вот здесь все греется правильные движки греют все дует все горячие клинки горячие все горячего еще то нагревает вот ну что ж все сказал все показал все до свидания